Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Хотела бы сегодня поговорить с вами по поводу, кто же все-таки должен сидеть на карантине, чем отличаются карантины от обсервации, и если к вам приезжают гости, либо же знакомые, могут ли они у вас проживать, и что происходит тогда с вами, сидите ли вы на карантине, или все-таки можете передвигаться свободно по территории Польши. В общем, если вам это интересно, то продолжайте смотреть дальше. Многие, наверное, из вас знают, уже читали, кто подписан на мой инстаграм, то тоже уже в курсе, что 29 марта для всех шоком была информация о том, что с 30 числа, с 30 марта вводят новые правила по поводу людей, которые пересекают польскую границу. И что же в итоге изменилось? Что касается внутренних границ территории Польши и Евросоюза, то все те, кто въезжает на территорию Польши, должны будут иметь с собой негативный тест, антиген, либо же ПЦР, сделанный за 48 часов, в которой справка должна быть на английском, либо же на польском языке, о том, что у вас отрицательный результат, отрицательный тест. После этого вы имеете право въехать на территорию Польши и не сидеть карантин. Что касается внешних границ, то есть, например, таких стран, как Украина, Россия, Беларусь, то для того, чтобы въехать на территорию Польши, вы должны сдать тест на территории Польши. То есть, уже со справкой вашей страны приезжать в Польшу нельзя о том, что у вас негативный тест. То есть, приезжая в Польшу, вы имеете право сдать, например, в аэропорту тест антиген, либо же ПЦР, и если у вас окажется негативный, то тогда вас освобождают от карантина. Но на момент пересечения границы вас сажают на карантин, и у вас есть 48 часов для того, чтобы сдать тест и получить справку о том, что у вас результат отрицательный. Как же в итоге происходит информирование санэпида? То получается, когда вы пересекаете границу, например, с самолетом, то вы можете сдать тест в аэропорту, например, в Гданске это стоит 190 злотых, и лаборатории автоматически отправляют информацию в санэпид. После этого вам приходит приложение о том, что вы сняты с учета, то есть у вас снята карантана домова, и вы уже не будете находиться на карантине. Что же касается людей, которые пересекают границу, например, автобусом, пароходом, то есть другим видом транспорта, либо же своим автомобилем, то у вас есть 48 часов для того, чтобы сдать тест и получить отрицательный результат. Тест можно сдавать как и в гослабораториях, так и в приватных лабораториях. Знаю, что в приватных лабораториях нужно записываться заранее для того, чтобы сдать этот тест. Но по факту ничего проблемного в этом нет. Самое главное, чтобы вы не болели на коронавирус и спокойно сдали, получили отрицательный результат. Если же вы все-таки сдавали в лаборатории, которая не отправляет автоматически результаты тестов санэпид, то вам нужно будет связаться с санэпидом и отправить им данные о том, что у вас отрицательный результат и чтобы они вам сняли карантин. Конечно же, вы можете не сдавать тест вообще и пересекая границу, вы должны будете указать адрес, где вы будете проходить карантин. И неважно, сдаете вы тест или не сдаете тест. То есть для пограничников нужно будет предоставить адрес проживания. Если вдруг у вас будет положительный результат, либо же вы хотите вообще просто самостоятельно пройти карантин, да, не сдавать этот тест, то вы имеете право отбыть 10-дневный карантин, скачав приложение «Парантана Домова» и просто не выходя на улицу, грубо говоря, да, никуда не ходить, сидеть дома 10 дней, после этого снимают вас с карантина, и уже тогда вы свободно передвигаетесь по городу. Что же касается, кто вообще входит в список исключений? Ну, во-первых, это те люди, которые имеют две давки на прививку от COVID, да, то есть если вы сделали уже две прививки от COVID, у вас есть зашвечения, то вы без проблем имеете право пересекать польскую границу без всяких карантинов. Что касается тех людей, которые переболели и собираются от момента болезни в течение 6 месяцев пересекать границу, вы также освобождены от карантина. Что нужно? Нужно будет взять с вашей страны, если же вы болели в итоге в своей стране, то в своей стране нужно будет взять справку о том, что вы болели на коронавирус, перевести ее на польский или английский язык и предоставить ее на границе. Если же вы болели на территории Польши, то вам нужно будет зайти на сайт patient.gov.pl и скачать там зашведчение о том, что у вас был положительный результат, и вы болели на коронавирус. После этого, если вы хотите пересечь границу, вы просто предоставляете эту справку и не сидите на карантине. Также, если вы водитель международник, либо же водитель автобусов, вы также освобождены от карантина. Что касается студентов, учеников до школьного возраста даже, и их опеканов, вы также освобождены от карантина. Самое главное для вас, нужно иметь приглашение с учебного заведения, а для родителей нужно иметь также документы для пересечения. То есть, это карта временного повода, сталый повод, карта поляка, либо же виза, выданная на основании работы или учебы, либо же биометрия, плюс разрешение на работу, либо же на учебу. С этим всем комплектом документов вы имеете право пересекать и не сидеть на карантине, не сидеть на обсервации, после того, когда въезжаете на территорию Польши. Весь полный список я вам оставлю в инфобоксе. Там есть полностью подробно описано, кто может приезжать на территорию Польши и кто имеет право не сидеть на карантине. В принципе, список остался тот же. Самое главное, нужно предоставлять просто актуальные документы, на которых вы въезжаете. Ну а теперь давайте разберем с вами, что такое обсервация и карантин, потому что многие люди путают эти два понятия и не понимают в итоге, нужно ли им сидеть на карантине, нужно ли им вообще убегать от тех людей, которые к ним хотят приехать, либо же все-таки можно, чтобы одни люди сидели на карантине, а другие спокойно передвигались по территории Польши. Так вот, давайте сначала разберем. Изоляция применяется к тому человеку, который получил положительный тест ковид. А карантин применяется к тем людям, которые имеют отрицательный тест на ковид, но обязаны пройти обсервацию в связи с законом при прохождении границ. Давайте теперь разберем, кто же все-таки должен сидеть на карантине дома. То есть, первое, это лица, которые указаны в уставе на сайте Страж Граничная при пересечении внешних границ Польши. Второе, это те лица, которые тесно контактировались с человеком, у которого оказался положительный результат теста. Это те люди, которые направлены на тест по коронавирусу, но еще не получили результат. Ну и также это лица, которые проживают с человеком, который получил положительный результат по тесту на ковид. Кто же не должен сидеть в итоге на карантине? Ну, это те лица, которые входят в список исключений на Страже Граничной. Это лица, с которых снята домашняя изоляция или выписаны из стационара. Ну и также это люди, которые проживают вместе с теми людьми, которые помещены на карантин. То есть, например, если ваш муж получил положительный тест на ковид, то вся семья, которая проживает с ним, должна находиться на карантине. Да, то есть муж на изоляции, а члены семьи на карантине. Либо же, например, если вы проживаете на территории Польши, но к вам сейчас едут родители, и они не хотят сдавать тест на ковид, а хотят сидеть на карантине, то они имеют право приехать к вам, проживать у вас дома, сидеть 10-дневный карантин, а вы спокойно можете передвигаться на территории Польши. Я надеюсь, что я вам детально объяснила все и понятным языком. Если же у вас еще остались вопросы, то обязательно пишите мне их в комментариях. Ну а мы с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока!